Здравствуйте, друзья! Программа на самом деле в прямом эфире, и сейчас мы отправляемся в гости к украинскому политику Алексею Валерьевичу Журавкой, который, ну, не то что всерьез напуган или обеспокоен, но вызывает у него некоторое недоумение то, как Московская область вдруг оказалась проходным двором, и как там вольготно чувствуют себя граждане России, предатели Отечества, и граждане Украины, сотрудники то ли СБУ, то ли главного управления разведки этой страны, которые, в общем-то, если бы не бдительность наших чекистов, могли совершенно спокойно выкрасть кого-нибудь из тех, кто сражался против нацистов в Донбассе, просто нормальных людей, политиков, общественных деятелей, воинов, тех, кого мы любим и уважаем. Алексей Валерьевич, приветствую. Приветствую. Мнение, отношения, и что делать с этими тварями, которые, в общем-то, так легко относятся к международному праву, вернее, топчутся по нему, плюют и мочатся на него сверху? Ну, я тебе неоднократно говорил, что еще будут проблемы от Украины, то есть украинской власти, всю Украину нельзя ассоциировать, да? И я, как украинец, скажу тебе, что это враждебное было действие, это подпадает под действие войны, необъявленное, назовем так. С малого все начинается, да? Вот эти террористические действия или как диверсионные вылазки, хищение людей. Ну, я знаю, что здесь закон должен действовать, да? Ну, считаю, что государство, Россия сегодня обязана жестко ответить на эти все вещи, что правцы навсегда покончат. Да, мы понимаем прекрасно, что Украина сегодня не сама эти действия делает, а ее свне подталкивают. Свне разрабатываются спецоперации, ставятся задачи. А уже продажные люди украинской национальности, СБУ, контрразведка, будем говорить, военная разведка, вытворяют такие ужасные вещи. Если они думают, что таким методом они сближают Украину и Россию, в этой сточности наоборот все происходит. Они отдаляют. И вообще с такими вещами шутить нельзя, потому что можно спровоцировать очень серьезный конфликт. От этого пострадают люди. Видно, у них там бошки вообще не работают. Они не понимают, кто для них на самом деле враг. Меня добивает то, что сегодня продолжает народ безмолвно молчать, сопеть две дырочки. И на этом все. Давай вспомним флаг, когда рвали, уничтожали на посольстве. Это же территория России. Я тоже считаю, что это враждебное действие. Да, я украинец. Но это равносильно, что я зашел в чужую, в чужой двор. Там, где официально, на официальном уровне выкуплена территория. И начинают чудить. То есть там законы должны применяться того государства, чья это территория, да. А давай вспомним, как возле турецкого посольства решили пошалить о них в Украину. Чем закончилось для них? Избили ласты, наручники, так морды побили, что мамы и мне. И плакаты в одно место засунули. И на этом все закончилось. Считаю, что нельзя уже терпеть такие выхватки. Выхватки. Это беспредел. Это не уважение законам и конституции чужого государства. Это пренебрежение своим братским народом, я считаю. Вот как украинцев. И вообще, я бы на такие действия не пошел никуда, потому что мы единый народ. Да, нас разделили. Но что вы показываете? В итоге получается так. Им можно, а нам нельзя. Друзья, они могут проводить эти спецоперации. Они могут просто-напросто дурить людей. Не все равно кто-то подготовил. Знал президент, не знал президент. Я думаю, что он знал. Да, там многие отказываются, а я думаю, что он знал. И это вообще беспредел. А где ж наши договора? А где ж наши родственники, если взять? То есть, Сережа, это такой клубок, который надо просто распутать. Один раз и навсегда. Мне лично, как украинцу с украинским паспортом, мне обидно, что это делают мои же сограждане, братья. Ну, моей национальности украинцы делают. Мне обидно. Алексей Валерьевич, ну тут из Херсонщины две новости. Одна радостная и прекрасная. Приехал Владимир Александрович, сыграл на рояле им Вагнера, херсонцам. И сказал, ну чем сыграл, понятно, да? Чем умеет, тем и играл. И сказал, ребята, херсонцы, вы должны радоваться, хорошо жить. Не важно как и за счет чего. Но вы должны так хорошо жить, чтобы крымчан задавила жаба, и они захотели вернуться в состав Украины. Поэтому живите хорошо, будьте счастливы, чтобы у вас все было классно. И тут же параллельно, Кирилл, по-моему, да, Стремоусов, видеоблогер, был задержан. Объясни, пожалуйста, вот с одной стороны ложь и выдает желаемое за действительность, а с другой стороны давление на нормальных людей, я его знаю, Стремоусов, мы с ним общались, разговаривали, абсолютно спокойный и абсолютно не пророссийский, он про украинский блогер. Чего к нему пристали? Зачем пристал к херсонцам Зеленский, требуя от них жить счастливо, в то время, как он их загоняет в нищету? Ну смотри, сегодня Кирилла Стремоусов отпустили, его поздно отпустили очень, он уже и стрим первый сделал и так далее. Но я думаю, это ненадолго. Ему что-то будут пришивать, потому что он, ну, озвучивает правду, и, заметь, его задержали именно, и начали обыск проводить в момент, когда Зеленский был. Так что же это получается? Порошенко номер два, да? И давай будем говорить так. Я вчера сказал в своих интервью, что скоро продолжится атака в Украине на блогеров спецслужбами. Это связано с тем, что надо им заткнуть рот. Поэтому скоро по всем они пойдут. Они разрабатывают разные вещи, как убивать Ютуб-канал с помощью жалоб, как распространять фейки и так далее. Ведь Ютуб-канал это же альтернативный на сегодняшний день источник для украинцев. Вот почему ваш канал убили? Потому что вы альтернативный источник. А теперь то, что касается по приезду Зеленского в Херсон. Ну, ты знаешь, я до сих пор вот те картинки смотрю, где он там ездил, как ему на руках огурчик разбивали казаки шаблей. Потом какие он заявления делал. Ну, ты знаешь, страшно мне, когда президентский, ну, будем говорить, пост, да, опустили ниже плинтуса. Превратили в циркачество какое-то, в недопонимание, что такое государство. И вообще такое ощущение, как будто шут вышел посмеяться над херсонцами. Сегодня и так в Херсоне нелегко живется. Людям иной порой жрать не за что купить. Оно ездит, рассказывает про какие-то мосты. У людей рабочих мест практически нету. Страна-то вся выезжает к чертовой матери мыть попы и убирать клубники. А он смеется. Ну, ты знаешь, дуркеша. Да и все. Но мало того, этот дуркеша всю страну подставляет и ведет серьезные проблемы и трагедии. Ну, я хочу вернуться к первому вопросу твоему. Вот эта спецоперация дурная, да. Она же показывает о том, что никто не собирается никакие минские соглашения выполнять. Ищут лазейку. Как бы побойнее ударить по России. Да. Им, допустим, там все равно. Поссорилась Белоруссия. Вышли они в ситуации с этими вагнеровцами, как ты называешь. Но осадочек достался. И ты же посмотри, что они делают. Они сегодня от всего отказываются. Хотя все уже всплыло наружу, да. Везде их след. Безумных, храбрых дебилов. Больше никак не назову. Вот для меня вот это страшно, понимаешь. И все. Я думаю, что все может закончиться мордобоем хорошим таким. Серьезным. Вот добро должно быть с кулаками. Вот здесь я абсолютно уже с Владимиром Владимировичем, как украинец, согласен. Ну, хватит. Вся Европа издевается. Америка издевается. Что бы ни сделала Россия, на какие бы поступки ни пошла, издевается. Ну, просто. Везде санкции вводятся, да. В Белоруссии, ну, извините, надо вводить санкции, потому... Ну, это не Лукашенко. Прямо будем говорить так, на Россию. То есть происходит такое ощущение, как будто люди с ума сходят. И мир съехал с катушек, да. Ну, нету определения, где белое, где черное. Так же самое вернусь теперь в Херсон. Но вот у этого человека нету определения, где хорошо, где плохо, и как люди живут. То есть я для себя вот ту картинку, которую видел, и то, что писали средства массовой информации. Я как человек со стажем, политик, государственник, там, в кабинете министров работаю. Я, Сергей, не могу этого понять. Мне в голову не лезет, что вы делаете со своими людьми. Овцы, дебилы вы их считаете, и бараны. Алексей Валерьевич, я вчера у Маргариты Симоньян прочитал по поводу бабушки ее, которая спрашивала, какая ты христианка. Ты христианка только тогда будешь, когда ты научишься и искренне будешь молиться о здравии своих врагов. Я вот посмотрел сейчас, в России траванулся барбитуратами Навальный, тот, который надсмехался над заболевшим Мишустиным, когда коронавирус у Мишустина был. И я посмотрел, как мои товарищи, соратники, в общем-то, недолюбливая Навального, тем не менее говорят, господи, пусть он будет здоровый, пусть он будет живой. Нельзя желать болезни и смерти даже своим врагам. Я больше чем уверен, что случись алкогольное или наркотическое отравление у Порошенко или Зеленского, мы не услышим злорадства и животного хохота по поводу того, что вот плохо, несчастные, не дай бог помрут. Вот почему они, вот эти вот скоты, я имею в виду вот нацуки, там все эти уроды, они радуются смертям одесситов, смертям детей в Донбассе, еще чему-то такому вот ужасному. А мы не можем переступить. Может, мы правы или не правы? Или надо радоваться тому, что тварям плохо? Смотри, я придерживаюсь того правила, когда нормальный, полноценный человек со здравым умом, понимая, если человек лежачий, его добивать нельзя. Я человек нормальный, осознувший эту жизнь тяжелую, которая происходит. Если человек болен, пусть он будет дьяволом, пусть он будет скотом. Если он тяжело болен, ты должен прийти на помощь, оздоровить его, и он должен согласно закона и суда, который над ним свершится, должен понести наказание. Но не должен человек радоваться над чужим городом, какое оно бы не было. Это неправильно. Вот это и есть, что людей убивают, убивают на самом деле, и делают скотинами, а скотиневшими в животное превращают. Нам этого нельзя. Человек, он создан человеком, с умом, а не без ума. Так вот сегодня Украину превращают в именно стадо оскотинелое. Одно дело, когда враг здоров, он борется. Ты должен принять его, воспринимать как враг. Не кричать, что он дурак, а думать наперед. Это ж умные люди это придумали. Иногда признавать поражение для того, чтобы взять оттуда все самое полезное, чтобы потом победить. Почему-то ж так говорят, да? Так же самое и я. Вот с Навальным такое горе случилось. Я считаю, это горе. Отравили его, либо ему подсунули, либо с него хотели сделать жертву какую-то. Вот я так размышляю. Но он тяжело больной. Почему человек создал врача, лекаря? Почему его не добивают там, в больнице, в реанимации, а лечат и все делают? Это и есть гуманизм. Это высшая ценность человека. И христианин по этому праву живет. Вот я к этому и призываю. Мы должны жить. Но когда здоровье враг, извините, давайте на равных бороться. А вот это понятие отсутствует, Сергей. И вот это на сегодняшний день беда. Ну и самая страшная беда, вот когда христианин, можно сказать, воюет с христианином. Вот это самая страшная беда. Поэтому, Симоньян, я во многом согласен. Вот наша душа должна быть именно такая. Вот наша должна быть. Алексей Валерьевич, время эфира закончилось. Спасибо тебе огромнейшее. Очень рады были увидеться, услышаться. Надеюсь, что на следующей неделе появятся какие-нибудь поводы хорошие, добрые. Хотя, вот, к сожалению, все, что ты говоришь плохое, оно, почему-то, все твои прогнозы плохие, начинают сбываться с какой-то ужасной последовательностью. И я не могу понять, когда же люди начнут слушать пророков в своем Отечестве. Еще раз спасибо, удачи и до встречи. Удачи. Итак, дорогие друзья, Алексей Журавка был нашим собеседником. Прервемся на несколько минут, сейчас вернемся и продолжим. Пока.